Здравствуйте! В эфире новости в студии Евгений Синебок. В Югре 286 предприятий малого и среднего бизнеса получили поддержку на общую сумму 862 миллиона рублей. Это микрозаймы, поручительства, отсрочки платежей, гранты и другие меры. Об этом рассказала губернатор Югры Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба. Что касается югорчан, то единовременную выплату на детей получили более 90 тысяч семей. Кроме того, 35 миллиардов рублей выделили на льготную кредитную программу для застройщиков. Банки будут выдавать кредиты на возведение зданий по ставке не выше 15% годовых. Заключены 32 договора по программам льготного кредитования оборотная и инвестиционная на 667 миллионов рублей. 647 безработных граждан приступили к профессиональному обучению, получению дополнительного профессионального образования. 2182 гражданина, из них 526 безработных, приняли участие в оплачиваемых общественных работах. В Сургутском районе поддерживают строительный бизнес. Администрация муниципалитета будет сдавать в аренду землю за 1 рубль в год. Причем речь идет об оплате не за 1 квадратный метр, а за весь земельный участок. Уникальным предложением могут воспользоваться концессионеры. Мера поддержки предлагается тем застройщикам, кто возводит социальные объекты. Отмечу, что в данный момент в самом крупном муниципалитете Югры по концессии возводят школы в Солнечном и Нижнесартымском. Также в этом году планируют заключить подобные соглашения на строительство соцобъектов в Русскинской и Угуте. Как журналистам телекомпании Югра сообщили в администрации Сургутского района, рублевая стоимость аренды это взаимовыгодное предложение. Таким образом подрядчики сэкономят на аренде земли, а муниципалитет получит уверенность в завершении строительства. По арендной плате ранее был установлен коэффициент 0,087, то есть практически 0,01%. От кадастровой стоимости в настоящий момент стоимость арендной платы в год будет составлять 1 рубль. Также будет полностью исключено на исчисление штрафов и пене по данным договорам. В Нефтьюганске пенсионерка из Луганской области получила удостоверение о временном убежище. Так Виктория Монакова сможет находиться в России один год. За это время она планирует получить местное гражданство. В Югре у женщины дочери, которой много лет предлагали ей переехать. К слову, пенсионерка стала второй жительницей Украины, которая решила оформить удостоверение на временное убежище в Нефтьюганске. Вскоре документ получит еще одна мама с тремя детьми. Отмечу, муниципалитет в качестве убежища выбрали 15 человек. 7 из них дети. Данные иностранные граждане прибывают на территории Российской Федерации согласно миграционного учета. То есть им предоставлено 90 суток для пребывания на территории Российской Федерации. В указанный срок иностранные граждане при желании имеют право обратиться за предоставлением временного убежища, за приобретением гражданства, за получением разрешения на временное проживание, либо вида на жительство. Информация о том, что российские войска выдают гуманитарную помощь только жителям Мариуполя, который участвует в работах по уборке улиц, фейк. Ложное сообщение разместил в интернете советник министра внутренних дел Украины Антон Герасченко. Портал войнасфейками.рф опубликовал опровержение. Цитирую. Еду и гуманитарную помощь Мариуполе раздают бесплатно всем жителям. Это видно на многочисленных видео. Сейчас в Мариуполе действуют три пункта выдачи гуманитарки. Посылки доставляют белые КАМАЗы Минобороны России. Конец цитаты. Жители Нижневартовска организовали патриотическую акцию «Мы вместе» в знак поддержки российских солдат, которые участвуют в спецоперации на Украине. К мероприятию также присоединились представители поисковых отрядов местной молодежной общественной организации «Десант памяти» и юнормейцы. На территории Комсомольского озера для жителей города организовали концертную программу. Здесь же вартовчане могли увидеть экспонаты, привезенные из поисковых экспедиций. Поисковые отряды – это лидеры поискового движения в Ханты-Массийском автономном округе. У нас 22 поисковых отряда, которые объединены в местную молодежную организацию «Десант памяти». И в этом году мы 8 поисковых отрядов выезжаем в Волгоградскую область, в Градищинский район, где будем работать на тыловой территории и будем восстанавливать имена, возвращать имена из небытия. Югорчане могут проголосовать за лучшие проекты благоустройства. На сайте загородсреда.ру началось онлайн-голосование. Оно продлится до 30 мая. На сайте представлено 54 югорских проекта из 17 городов. Это самые разные территории. Спортивные площадки, прогулочные зоны, набережные и парки. Добавлю, главная цель голосования в том, чтобы дать людям возможность самим определить, какие объекты благоустройства должны быть отремонтированы в первую очередь. В прошлом году в подобном голосовании приняли участие более 110 тысяч югорчан. Те проекты, которые получили одобрение жителей региона, начнут реализовывать уже в этом году. Я бы сказал, что любой объект благоустройства – это объект притяжения. То есть вам понятийно хочется идти туда. Идти туда, гулять с ребятишками, играть в какие-то игры. При этом вам это хочется делать не только в период, когда лето, когда может быть солоно, когда хорошая погода, но и зимой. Потому что адекватно мы 9 месяцев фактически у нас проходит отопительный сезон. То есть на что я хотел обратить внимание. То есть та территория, которая благоустроена, она должна использоваться круглогодично. Очень много критериев в дальнейших. Это в первую очередь эксклюзивность. То есть она должна быть доступна. Тем временем в Югре завершился второй региональный конкурс инициативных проектов. В этом году 68 объектов в 46 муниципалитетах получат финансовую поддержку. Например, Нягань получит 12 миллионов рублей. Здесь планируют построить новую игровую площадку с мини-футбольным полем. Занятия будут проходить круглый год. На реализацию проекта направят около 7 миллионов рублей. На эти средства установят трибуны на 50 мест, скамьи запасных, раздевалки. И самое главное, инициатор проекта планирует оградить поле шумопоглощающей сеткой, которая обезопасит жителей многоквартирных домов от громких звуков и не позволит футбольным мячам покинуть территорию поля. Особенное внимание будет основанию, дренажной системе и водоотведению. То есть первый этап – это подготовка основания. Я думаю, что мы эти работы начнем с середины мая, конец мая. И с подрядчиками, которые в регионе уже поставили не одну площадку, которые обязались нам в течение 30 дней установить площадку. То есть я думаю, что к концу июня, начало июля площадка будет остановлена. И в августе месяце мы сможем провести открытие и начать работу. Кроме того, этим летом в Нягоне планируют организовывать крики на просмотры под открытым небом. Еще один победитель регионального конкурса инициативных проектов получит 2 миллиона рублей на обустройство кинотеатра в Центральном лесу культуры и отдыха. По поводу самого проекта кинотеатр, чтобы там кино показывал, мы определяем один день в неделю, где мы будем транслировать фильмы разного масштаба по голосованию. То есть будет выходить раз в месяц, какие картины бы они хотели увидеть, и там будет голосование после этого, естественно, будет этот фильм и показан. «Красная машина» приехала в Ханты-Мансийск. Речь сейчас идет о хоккее. Сегодня на арене Югра весь день будут проходить образовательные программы. Опытные тренеры проекта «Красная машина» раскроют тайны усовершенствования технических навыков в хоккее. Кроме того, пройдет и мастер-класс для детей. В Югре начала свою работу выставка «Без срока давности. Суды истории». Экспозиция посвящена Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам. На ней зрители смогут познакомиться с рассекреченными архивными документами. Отметим, что опубликованы они в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента Российской Федерации. Добавим, что выставка пройдет в Сургуте в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история. Югра». В Хантывансийском музее природы и человека и Государственном архиве Югры. А теперь официальный курс валют. По данным Центробанка России, американская валюта упала в цене на 59 копеек. Стоимость одного доллара сегодня составляет 79 рублей 45 копеек. Стоимость европейской валюты также упала в цене на 64 копейки. За один евро сегодня предлагают 86 рублей 43 копейки. К этому часу у меня все. Увидимся на телеканале Югра. КОНЕЦ КОНЕЦ